Ни одна Олимпиада не обходится без участия волонтёров. Игры в Рио не стали исключением. Как правило, перелёт до места проведения Олимпиады волонтёры всегда оплачивают самостоятельно. А дорога в Рио не к каждому по карману. Как выяснил Лаев, некоторым российским добровольцам удалось найти спонсоров для поездки в Бразилию. Все подробности сейчас узнаем из первых уст. На прямой связи со студией по скайпу волонтёр Никита Колпаков. Никит, приветствую тебя. Скажи, пожалуйста, как удалось набрать и сколько денег нужно было для того, чтобы поехать в Рио и, я так понимаю, пожить там? Да, доброе утро, коллеги. Доброе утро, страна. Перелёты действительно очень затратны до Бразилии. Сейчас самолёт от Москвы до Сан-Паулу, это ближайший международный аэропорт, стоит порядка 70 тысяч рублей. Притом самые дешёвые билеты, потому что, когда заканчиваются они, стоимость перелёта уже начинает переваливать до 100 тысяч. Соответственно, вся поездка, а волонтёры оплачивают не только перелёты, но и проживание, она где-то там сумма приближается, наверное, к 150, к 200 тысяч. Где взял такие деньги? Нужно работать. Кто работает, тот зарабатывает. Спонсоров удалось тебе найти или всё-таки всё из своего кармана? Удалось найти спонсора. Я обращался к депутату Государственной Думы, Ольге Баталиной, попросил её финансовой помощи и она перечислила 100 тысяч рублей для того, чтобы как-то профинансировать, помочь справиться с расходами на Олимпиаду. Но правильно, я так понимаю, вы же тоже лицо нашей страны. Скажи, пожалуйста, Никита, ты не в первый раз ездишь волонтёром на Олимпиаду. Когда принял такое решение? Принял решение после Сочи. Я там также работал волонтёром. Сразу же по приезду из Олимпийского города заполнил заявку на Бразилию. Сейчас, соответственно, здесь и нахожусь. Примерно аналогичное решение планирую сделать, принять по приезду и в Россию. Соответственно, заполнить заявку на игры 2018 года, если не ошибаюсь, на игры 2020 ещё не открыто. Но в дальнейшем планирую дальше в этом направлении работать. Я, конечно, тебе завидую, что ты сейчас в Рио-де-Жанейро. Что-нибудь успел посмотреть? Да, я съездил на водопад Ригуасу. Это самая граница с Бразилией и Аргентиной. Это достаточно известный природный памятник условно. Такое феноменальное зрелище. В самом Рио-де-Жанейро смотрел Сахарную голову. Это популярное туристическое место, откуда большой обзорный вид. И пока, к сожалению, не успел пройти по каким-либо музеям. Но это ещё есть в планах, поскольку есть ещё дни в запасе. Из-за того, что графики рабочие достаточно плотные, достаточно много занимает рабочее время. За наших ты успеешь болеть? Да, успеваю. Мы периодически. Волонтёры очень много ходят в «Русский дом». Там честование проходит практически ежедневно наших чемпионов. С кем из чемпионов фоткался? Расскажи. Честно, не фоткался. Дело в том, что мы с вами коллеги. Я тоже журналист другого издания. И как-то вот журналистская этика, наверное, не особо как-то распространена на это всё дело. Поэтому я очень спокойно отношусь... Ой, Никит, я думаю, что я бы не удержалась. Приезжайте к нам. Да я бы с удовольствием. Но вот я прочла, что ты, в общем-то, вместо отпуска туда ездишь. Вот все едут на пляж, да, там загорают, подставляют своё тело за зиму, ставшее синюшным солнцем. Ты, конечно, солнце подставляешь его, но ещё и работаешь, я так понимаю, и всё это бесплатно. Да, действительно, я, вы знаете, я очень люблю шутить на эту тему, говоря, что волонтёрство – это легальный наркотик, от которого, ну, просто невозможно избавиться. Потому что вот начав один раз этим заниматься, понимаешь, что, наверное, очень сложно будет это бросить. Это какие-то непередаваемые ощущения. Поэтому вот третий год подряд, третий год беру отпуск и третий год работаю на каких-то мероприятиях. В 2014 году это в Сочи было, в 2015 году я езжу работать на чемпионат мира в Казань по водным видам спорта. Вот сейчас 16-й год. Вот отпуск практически. Николай, извини, что перебиваю, Никит, извини, что перебиваю, просто времени мало. Ты знаешь, очень интересно вообще, а как ты после этого всего решился в Рио ехать-то? Там столько сообщений к нам приходят. Ты как журналист понимаешь и о воровстве, и чуть ли не об убийствах, и о стрельбе. Тебе-то не страшно, и не сталкивался ли ты с криминалом Рио-де-Жанейро? Лично я не сталкивался, но вот коллеги-волонтеры уже рассказывали о том, что скимили карты, то есть копировали карты, и после этого снимали деньги со счета. У одной из моих бразильских подруг при мне мы вместе гуляли, воровали телефоны в сумке, но вот лично у меня пока как-то у послов все это дело, пока еще, ну я надеюсь, что и до конца так будет вести, что пока ни с каким консультетом не столкнулся. Наверное, Олимпийские игры в этом плане самое безопасное время для того, чтобы приехать в Бразилию, потому что мы знаем, конечно, что страна далека от идеалов безопасности, но тем не менее, за счет того, что сейчас проводятся огромные мероприятия, сейчас здесь стянуты большие силы правопорядка. Это как полицейские на улицах, так и вооруженные, значит, военные, они здесь часто встречаются, можно прям встретить людей с автоматами, это все, по крайней мере, внушает хоть какое-то ощущение безопасности, по крайней мере, не так, как обычно рассказывают, каждый день людей грабят на улице. Никита, спасибо тебе большое, надеемся, что Бог будет миловать. На прямой связи со студией был российский волонтер Олимпиады в Рио Никита Колпаков, и сейчас у нас на связи еще один волонтер Олимпиады Анатолий Савинов. Анатолий, приветствую тебя, скажи, пожалуйста, ну а ты-то, из какого, во-первых, ты российского города, сколько денег понадобилось на то, чтобы прилететь в Рио и пожить там, рядом с чемпионами? Доброй ночи, доброе утро, Москва. Значит, я из города Таганрог, я работаю авиационным инженером, ну и точно так же, как и Никита, моя волонтерская деятельность началась в Сочи, еще встретил соревнования на чемпионате мира по линкодвижному спорту. Ну и, естественно, я тут и принял решение продолжать деятельность волонтерскую. Вообще, я работаю волонтером постоянно, я являюсь руководителем волонтерской организации у нас на предприятии, у нас довольно большое предприятие. Анатолий, объясни, а зачем? Вот зачем ехать волонтером? Зачем ехать бесплатно работать? Вы знаете, тяжело объяснить, и, наверное, это подходит, может быть, наверное, не всем. Мне действительно многих шокирует такое дело, что надо куда-то ехать, тратить огромные деньги и еще за бесплатно работать. Но на самом деле, вот, когда здесь побываешь, это почувствуешь, уже оторваться, ну, как сказал предыдущий волонтер, действительно, это как наркотик. Но я поняла, и сколько стоит этот драйвс? Во сколько он тебе обошелся? Мне он обошелся, ну, чуть подешевле, порядка 100 тысяч рублей. То есть, то же самое, через Сан-Валу перелет порядка 65 тысяч. Ну, в сумме, сколько это было в сумме? Ну, в сумме перелеты проживания, дорога, ну, 100 тысяч рублей выше, примерно. Толя, где нашел такие деньги? В Таганроге не каждый такие, а столько зарабатывает. Естественно, для меня, как для инженера, неподъемные абсолютно деньги. Ну, искал там, здесь, кладфайдинг для нашего общества пока что еще. Кто дал в итоге? Не созрел, но в итоге пошел к нашему директору, Юрьевичу Грудину. И вот, поговорили с ним, он, в принципе, согласился. Взамен на то, что мне хватит перелет, я по приезду обновлю сайт предприятия и еду. Очень интересно. Это действительно классный бартер, я бы сказала. Тем более, что, насколько я знаю, что краудфайдингам, даже западным, волонтерам не удается собрать нужное количество денег. Спасибо тебе, Анатолий. На прямой связи со студией по скайпу из Рио был волонтер Олимпиады Анатолий Савинов. Продолжение следует...